Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы поговорим, конечно, о нашей Ниве Тревел. Ну, мы прошли обкатку. И сегодня я скажу, до скольки же она разгоняется, наша Ниве Тревел. Позже покажу на спидометре видео. Конечно, я мог вам какие-то сказки нарассказывать, что она 160-180 разгоняется, но выше до 110 по обычной трассе, если у нас кондиционер, а зимой печка, мы просто ее не разгоним. Можно, конечно, разогнать 130. Я как-то пробовал, когда бабушке в Башкюрь ехал. Но смотрите, если вы едете один, она не груженая. Если хорошая дорога, если вы едете с горки, все вот эти факторы будут, то вы разгоните 130. Но это считается, что не чистый разгон, потому что мы с горки. А так, если мы едем, едем 100-110 километров, не больше. И то вот с горки, когда 100 набирает скорость, долго мы набираем скорость, газ 110, 100-110. Больше она обычно езде не набирается. Это с учетом, что работает кондиционер, больше мощности не хватает. 100-110, выше. Даже если мы кондиционер отключаем, ну, 100, больше 100. Сейчас вы посмотрите видео. Субтитры сделал DimaTorzok Больше 100-110, она не разгоняется. Ну, что я хочу сказать. Самое интересное, что эта машина создана не для скорости. Кто любит скорость, гоночные какие-то, например, машины, то он Ниву не покупает. Нива – это постоянно полный привод. Нива нужна для грязи. Это внедорожник, чтобы она проходила сильную грязь. С этой целью Нива Тревел очень хорошо справляется, наша Нива Тревел. А дальше я вам скажу, что она очень хорошо с этим справляется. По грязи она ездит на ура. Если с умением еще ездить, блокировку дифференциала включать. А так, обычная езда с кондером больше 110-100. 110 больше вы не наберете. То есть, это не скоростная машина. На ней больно не погоняешь. Итак, на сегодня все. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока! Пока!